Праздничные торжества по случаю юбилейной годовщины образования ракетных войск стратегического назначения прошли сегодня на базе средней школы номер 23 города над Бугом. В стенах учреждения образования собрались ветераны подразделения и те, кто в разные годы каким-либо образом был связан с ракетными войсками. В рамках мероприятия прошла и патриотическая конференция, которая завершила череду образовательных мероприятий, рассказывающих о возможностях ракетного вооружения вчера и сегодня. Сегодня мы в 23-й школе с учениками, со своими коллегами, ветеранами ракетных войск стратегического назначения, с приглашенными товарищами из организации Бреста и нашими коллегами проводим конференцию, она называется военно-патриотическая конференция, посвященная 55-летию ракетных войск стратегического назначения. Ракетные войска стратегического назначения – это важнейший компонент стратегических сил государства. С середины прошлого века представители именно этого подразделения являлись главным оружием армии Советского Союза, поскольку гонка вооружения, инициированная США и поддержанная НАТО, внесла свои коррективы в процесс обороноспособности государства. Термоядерное оружие мощностью 20 мегатонн, сброшенное, или, ну, если кто-то захочет сбросить его на какую-то территорию, оно поражает, разрушает полностью, сравнивает с землей все, что построил человек в радиусе 24 километра, и уничтожает все живое на расстоянии 140 километров от эпицентра взрыва. Праздничное мероприятие – это всегда повод сказать спасибо за добросовестный труд и многолетнюю службу тем, кто даже после выхода на заслуженный отдых остается в строю, тем, кто участвует в патриотическом воспитании молодежи, тем, кто независимо от возраста трудится на благо ветеранского движения. Не остались без внимания и друзья организации, те, кто никогда не остается равнодушным и оказывает любую посильную помощь. Ведь, как известно, даже из капель можно собрать море. Военные для меня родные. И когда я приехала в Брест, и меня пригласили в Союз, вступить в Союз Совета Офицеров, я, конечно, сразу согласилась. И по возможности я им помогаю. Я знаю, какая сложная служба военного, непростая. Хочу поздравить всех ракетчиков с праздником, пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия. Анастасия Назрин-Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.